Чемпионат России стала Александра Гореченко. Я многократно чемпионка России среди юношей и девушек, чемпионка Европы, чемпионка мира. Но чемпионка Европы, чемпионка мира — это правда. А чемпионка России я не была ни разу в юниорских шахматах. И первый раз я стала чемпионкой России только среди женщин. Ну, если не считать один раз в Блиц, то вот так. И уже просто хотелось, что одного титула не хватает. То есть во второй раз, может быть, просто уже мотивация была не та? На второй раз я была в 15-м году. После этого ввели, что за первое место дают машину. И я считаю, что это очень сильно всех напрягает. Потому что первое место выделяется на фоне всех остальных. И все хотят как-то... Все на нервах хотят именно первое. И очень сильно это давит. Поэтому вот в таких турнирах очень тяжело занимать первое место. Да, в мужском турнире особенно это было видно, как Владимир оступился в 9-м, в 10-м туре. Ну, у вас у обоих в 10-м туре была абсолютно ничейная позиция. И что-то такое произошло, что вы оба выиграли Эншпиле, которые, казалось бы, невозможно выиграть. Именно в этом причина, вот в этой напряженности? Ну, на самом деле, в женском турнире лидер менялся, как каждый тур. Поэтому я, на самом деле, уже после перерыва думала, что на первое место шансов нет. Все, можно ехать домой. Потом я еще проиграла в 7-м или в каком туре Кашлинской. И думала, ну, теперь точно вообще никаких шансов. А потом, после 10-го тура, я думала, о, я лидер турнира, неожиданно. Думаю, как бы, весь турнир не везло, не везло, а тут как бы в лидеры выбилось к концу турнира. Ну, вот говоря как раз об автомобиле, есть ли у вас водительское удостоверение и собираетесь ли вы его получать? Ну, возможно, когда-нибудь я соберусь его получать. Просто, опять же, говорю, что первый приз очень сильно давит. В какой-то момент я поняла, что, ну, машина, ну, как бы, ну, есть она, нету ее. Мне, как бы, она не сильно нужна. Что мне именно хочется, как бы, быть в тройке, быть в числе призеров. И уже мне было неважно, там, первое, второе, третье место. А получилось, ну, вообще отлично. Так кто будет водить? Папа? Папы тоже особо нету. Ну, у него есть, ну, там, десятилетней давности. Не знаю, у нас есть мама, продвинутая мама. А каково было играть в этом музее? Смотрели ли вы экспозиции? Каково вообще было играть среди фотографий? И отвлекало ли что-то, или, наоборот, что-то вдохновляло? В музеях играть есть свои плюсы и минусы. Потому что для популяризации шахмата в музее играть намного удобнее. Потому что сюда люди приходят. Как бы ты и в музей пришел посмотреть и на шахматы. Вот. Но в плане участия, ну, есть свои неудобства. Потому что это все-таки музей. Он не приспособлен чуть-чуть. То есть, туалет был общий для участников, для всех посетителей. Поэтому античитерских мер каких-то, ну, особо не было. Потому что если кто-то хотел бы, то вполне мог этим воспользоваться. Еще есть в музеях такой минус, что бывает жарко, потому что нет кондиционеров. Ну, здесь такого не было, поэтому, ну, в предыдущих я припоминаю, что было такое. А, да. Но если смотреть, что там фотографии висят, это не отвлекает. Потому что в какой-то момент ты концентрируешься и забываешь, что есть что-то рядом, кроме фигурок и часов. А вот, кстати говоря, о тайбрейке. Получалось ли сконцентрироваться? И в какой момент вы поняли, что становитесь чемпионкой? И было ли во второй партии ощущение, что что-то не получается и может вот сейчас ускользнуть победа? Первая партия шла с мандражем каким-то полпартии, потому что как-то непривычно было. Столько людей стоит, кто-то там шоркает, ходит туда-сюда, смотрит очень много. Вот. Но потом я как-то более-менее привыкла, позиция начала мне нравиться, может быть, это сработало. Вот. И первую партию я выиграла. И второе, вот как бы в какой момент я поняла, что я чемпионка, я не поняла вообще. Потому что соперница уронила флаг, и в какой-то момент она показала. И я такая, что вообще, ну протягивает руку, говорит, поздравляю, я сижу и не понимаю. Я тут еще как бы какие ходы делала, чтобы мне мат в один ход не поставили. А тут как бы партия закончилась. Вот как бы весь турнир не везло, зато в последней самой партии привалило. Понятно. А дальше вы где собираетесь играть? В конце года еще в чемпионат мира в Саудовской Аравии. И все, после этого год закрывается. А в Саудовскую Аравию с папой едете? Конечно. Он мой бессменный попутчик. И к тому же в такие страны как бы одну меня отпускать совсем опасно. Понятно. Ну, желаем вам там удачи, всего хорошего и с Новым годом. Спасибо. Продолжение следует...